Вот этот санитарный автобус «Кубань» более трёх месяцев выполнял боевые задачи в районе Донецкого аэропорта. За это время он вывез сотни раненых с поля боя. Теперь эта по-настоящему боевая машина нуждается в срочном ремонте. Из зоны АТО бойцы 95-й отдельной аэромобильной бригады привезли её с множественными ранениями. «Отверстие сквозное, то радиатору повезло. Если повезло радиатору, значит, это и повезло всё, что дальше радиатору». В октябре ретроавтомобиль 60-70-го года выпуска ремонтировали. Мастера из ржавого автобуса превратили «Кубань» в произведение автоискусства. Практически полностью сварили кузов, заменили жидкости, установили второй бензобак. Также сделали отверстие для быстрой госпитализации раненых бойцов. Для безопасности водителя дополнительно обшили металлом водительскую дверь. «Бронировали, как говорится, с ролика, с интернета. Металл тройка, потом транспортерная лента 12-я, 10-й кафель и сверху металл. Ну, как видите, помогло. Только дверь водительскую, так как водитель единственный, кто при атаке или ещё каком-нибудь движении, он не может спрятаться в машине, не лечь, не сесть, как говорится. Только он за рулём, по-любому, будет. Поэтому только его защищали». Новый ремонт этого автобуса обойдётся волонтёрам в несколько десятков тысяч гривен. Планируют сделать его полностью бронированным, если хватит средств. А вот этот «КамАЗ-стрела» обслуживает зенитный пушечно-ракетный комплекс «Тунгуска». «Вот этот кран-балка, скажем так, она загружает кассеты в Тунгуску, боеприпасы. Дальше вот система управления, наводки, то есть корректируют. Машина эта пришла, загрузила в Тунгуску боеприпасы, встала в укромное место, всё, и ждёт дальше». Волонтёром его пригнали бойцы 72-й отдельной механизированной бригады. С июля месяца в зоне АТО «КамАЗ» находился на консервации. Основная проблема – в двигателе. «Отсутствует ТГУ в сборе, отсутствует стартер, отсутствует фильтра тонкой очистки. Это «КамАЗовский» двигатель, он стоит денег. Они просто брали запчасти и комплектовали другие машины». В не менее плачевном состоянии электропроводка, которой и вовсе нет. «Сейчас ребята изучают литературу, почему это «КамАЗ», но это не цивильный «КамАЗ». Здесь всё должно работать синхронно, поэтому просто проложить провода не получится. Вот, ну вы прекрасно, вот видите, да? «Это голая…» «Да, ну это вот щиток, щиток, да». «Ну, а в ней самое главное, самое главное – это вот это вот оборудование». Волонтёрам ремонт «КамАЗа» обойдётся также в круглую сумму – примерно в 16 тысяч гривен. И это только в том случае, если курс доллара стабилизируется. При наличии необходимых запчастей на оба автомобиля волонтёры говорят – справятся за несколько недель. От помощи запорожцев не отказываются, призывают всех помогать в ремонте военной техники. Ирина Погоренная, Алексей Пороскевич, ТВ5.